Я нашёл вопрос в интернете. Алексея Навального затаскали по судам. Это означает, что власть его боится? Вы знаете что? Люди, которые, скажем, борются с коррупцией, сами должны быть кристально чистыми. Иначе это всё приобретает форму самой пиары и рекламы политической. А перед законом должны быть все равны. Вот это хочу подчеркнуть. И ни у кого не должно быть иллюзии, что если кто-то громко кричит «держи вора», то это не значит, что ему самому позволено воровать. Но это в то же время не означает, что если человек имеет какие-то взгляды отличные от действующих властей, то не значит, что нужно искать любой повод для того, чтобы тащить его в суд или потом в тюрьму. Уверен, что разбирательство по этому и по другим вопросам будет предельно объективным. Предельно объективным. Вопрос про Навального. Довольно интересная личность. Навального арестовывают, отпускают. Арестовывают, отпускают. Это продолжается так долго. Последний раз лично вы отдали приказ, чтобы его выпустили. Существует такой слух, что Навальный – это проект Госдепартамента США. Это проект так называемой команды «Медведева». Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный, это ваш проект? Каждый конкретный человек, если является чем-то проектом, то только проектом своих родителей. А вот всё, что происходит в политической сфере нашей страны, отчасти, конечно, не во всём. Так или иначе, все эти люди являются результатом отчасти хотя бы моей деятельности. Можно начать борьбу с наиболее острыми проблемами, с коррупцией, и этим тоже привлечь к себе внимание. Я считаю, что любой человек, который так или иначе настроен на борьбу с тем или иным злом, он сам, прежде всего, должен быть безупречным. Нужно всем научиться действовать в рамках закона и быть при этом корректным, не проявлять агрессивности. Что касается приговоров, я за этим, поверьте мне, не слежу в ежедневном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием, получил 4,5 года условно. А второму фигуранту, о котором вы упомянули, вломили 5 лет реально. Но это суд сам должен определить, что там и как. Это господин оседлал очень модную тему борьбы с коррупцией. Повторяю ещё раз, для того, чтобы бороться с коррупцией, прежде всего, самому нужно быть кристально чистым. Но там есть проблемы. В этой связи у меня, к сожалению, есть подозрение, что это просто способ завоевать очки, а не истинное желание решать проблему. Владимир Владимирович, последние два месяца прошли несколько массовых протестов против власти. Скажите, пожалуйста, что вы о них думаете? Я когда услышал, что у вас в Би-Би-Си, нисколько не сомневался, что именно этот вопрос вы зададите. Протестные акции, они всегда возможны в рамках демократических процедур. И думаю, что это правильный, хороший способ донести до власти, до любой власти, в том числе и в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения. Вот и все. Но одно дело – организовывать протестные акции, а другое дело – использовать эти акции как инструмент провокации и опострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую. Как вы относитесь к Алексею Наваловному, его деятельности? И почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную поездку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога.